Музыка Весна, говорят световоды, самое хлопотное время. Комнатные растения, пережив короткий световой день, отсутствие солнечного света и перепаду температур, в марте нуждаются в особой заботе. На дворе март, но солнышко светит уже по-весеннему, день прибавляется, заметно каждый день. Ну и с комнатными растениями по возможности нужно пересадить в этот момент. Какие-то растения, допустим, с покоя вышли, их обязательно нужно пересаживать. Горшочек побольше обычно покупают. И с комом старое растение вытаскивают из горшочка, добавляют свежий грунт. Ну почву берут хорошую, там перегнойчик, если есть перепревшие опилки. Или готовый грунт купить специально для конкретно каких-то комнатных растений, потому что он подразделяется там. Особенно вот как для фиалок, какой попало, грунт не подойдет. Для них нужно, ну такую торфообразную смесь. Они любят кислую почву. Лучшее время для пересадки большинства комнатных растений с 15 февраля до конца апреля, перед тем, как растения тронутся в рост. Или в июле-августе, когда весенний рост завершится. Если какие-то растения, допустим, вы пересаживали прошлый год, и в этом году они, может, не нуждаются в пересадке, и кашпо позволяет еще для этого растения, что по росту, по объему и по размеру достаточно, то нужно начинать подкормки. Подкормки весной, потому что начинается такой интенсивный рост растений, и поэтому весной начинают подкормки. Подкормки обычно комплексное такое удобрение покупают где-то, и микроэлементы, и макроэлементы. Можно опрыскивать растения по листьям, делать внекорневую подкормку, буквально раз в неделю или раз в 10 дней. И также подкармливать растения. Цветы, находившиеся в течение зимы в состоянии покоя, которые сейчас начинают просыпаться, нужно переместить из прохладных мест зимовки на светлый подоконник, прикрыв от прямых солнечных лучей во избежание ожогов молодой поросли. Поливать их начинают постепенно, по чуть-чуть, теплой водой, не слишком переувлажная почву. Сейчас много всяких энергетиков, но если растение у вас по внешнему виду зеленое, достаточно красивое, то можно и без энергетиков обойтись, так сказать. Некоторые комнатные растения, которые подвытянулись за зиму, допустим, такие вот, как герань, она обычно за зимний период, где, если не солнечная сторона, они вытягиваются. Можно начеренковать. Начеренковать и черенки сразу посадить в маленькие стаканчики. И все, потом эти можно высаживать герань или пиларгонию в эти, в ящики балконные или где-то на даче в клумбы. Она очень красиво цветет целое лето. По осени можно выкопать, опять пересадить в кашпо и будет вас радовать всю зиму. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому, а зачастую цветет и плодоносит даже раньше выращенных из семян. Лучше всего выбирать молодое родительское растение. Так отрезанный черенок пускает корни быстрее. Вот это мини-роза. Вот она сейчас набирает у меня бутончики. Она цвела и зимой. Я вот ее пообрезала на черенки. Вот у меня один уже побольше череночек укоренился. Я его уже пересадила на постоянное место пока. Этот год он у меня будет расти в этом кашпо. А вот совсем маленький черенок, который совсем недавно я его посадила, во временный такой стаканчик. Как правильно черенок розы брать? Черенок, ну вот веточку обычно, ну секатором обрезаем. Если секатором получился такой неровный срез, то его ножом подравниваем. Ну и обычно я сажу это, в воду ставлю череночек. Можно и посадить в грунт его черенок. Но нужно на него или баночкой закрыть, или полиэтиленовым пакетиком, чтобы, в общем, создать влажность. Роза, она любит влажный воздух. И чтобы черенок укоренился, воздух должен быть влажный. Но я ставлю в воду. И так как у меня вот эти стаканчики с черенками стоят между растениями комнатными, и я постоянно их опрыскиваю. И поэтому, если вот так вот опрыскивать, и опрыскиваются и взрослые растения, и вот эти черенки, можно не накрывать ни баночкой, если вот так часто. У меня буквально вот эти, стоит с водой это, и я опрыскиваю. И он дает корешки, я только посмотрю, как он дал корешки, я сажу в грунт на дно. Особый? Да, роза любит очень хорошую почву, такой перегнойчик хороший. На дно ложу несколько камушков там, или стекло разбитое, ну, что-то такое, чтобы получился дренаж. Корни ее не любят, чтобы когда вода застаивалась, на дно бросаю несколько камушков, хороший грунт, такой перегнойчик. Можно с опилочками, только перепревшими, чтобы был рыхлый грунт, к тому же. И сажу. И также после посадки это все хорошо опрыскивается. Буквально, если дома находитесь, буквально каждый час. Прошли, опрыснули. Первое время, когда вы расчеренковали растения, не нужно ставить на солнце. Куда-то убрать в тени, или подальше от окна, но не на долгое время, чтобы солнечные лучи, ну, как, не прямые, но свет был, потому что они вытянутся. А потом уже ставить на окно, или на подоконник, или еще какие-то там, на балкон вынести, если теплый балкон. Когда уже чувствуете, укоренились, вот пошли из почек, уже побеги маленькие. Это уже укоренилось, вот она у меня стоит на солнце. Розы из букета также способны дать потомство из черенков, но стоит помнить, что укоренение и дальнейший их рост будет зависеть от того, в какой местности выращены эти розы. Следует учитывать, что голландские цветы укоренению поддаются сложно, поэтому розы для размножения лучше брать отечественные. Редактор субтитров А.Семкин